Итак, здесь люди становятся парой, принимают решения, часто бессознательные, как они будут дальше жить, на каких правилах, на каких условиях, кто чего там ожидает. И в зависимости от того, насколько хорошо выстроены ожидания, примерно в течение одного-двух лет, один год, если пара состоялась, они переходят в следующую фазу. Фаза привыкания характеризуется тем, что есть переживание, все знакомо, уютно, спокойно, уже друг друга узнали более-менее, уже понятно, кто на что вгораст. Чего точно, скорее всего, не будет. Привыкания друг к другу, когда можно спокойно жить по плану, друг с другом. И для многих пар это, кажется, самое спокойное, стабильное время. Но для некоторых здесь начинаются проблемы. Почему? Потому что привыкание к привычности, переживание привычности, для некоторых является нарушением мечтаний. У нас же романтический миф о любви какой? Любовь-то воспевает какую? Фазу. Вот эту вот фазу, когда в буре чувств кипит разум, да какой разум, да какой разум там где-то, все. А для нормальных отношений большая часть времени характеризуется именно этой фазой. Это все более-менее спокойно. Вот как костер. Вот здесь вспышка, максимальный огонь. Здесь огонь потихонечку касается. Здесь такой ровный, теплый жар есть. Еще может долго гореть. Вот эти первые три фазы, нормальные фазы, в которых живут благополучные пары. Большую часть времени они проводят здесь, но периодически они возвращаются сюда, чтобы бросить дровишек, чтобы опять вспыхнуло, а потом они возвращаются сюда. И вот они путешествуют так. Сюда-сюда, сюда-сюда, и все. Вот так живут благополучные пары, когда все хорошо. А для некоторых, вот это переживание, вот такое спокойствие, это является разрушением романтического мифа о любви.